Настоящим испытанием на прочность для представителей всех заинтересованных в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций стали природные катаклизмы, которые происходили в нашем районе в минувшем году и в нынешнем. Было приложено много сил, чтобы стабилизировать ситуацию. Люди работали круглосуточно. Отличившимся были вручены нагрудные знаки МЧС России. На торжественном приеме главы Славянского района в честь Дня защитников Отечества говорили о слаженной добросовестной работе в чрезвычайных природных условиях. Заместитель начальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю по антикризисному управлению антитеррористической деятельности Алексей Мельников отметил, что в муниципалитете сумели объединить все имеющиеся силы и организовали ликвидацию последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений. Ваш район столкнулся с какими-то нереальными проблемами в плане техноделя, чрезвычайных ситуаций, природного характера. И система выстояла, выстояла, сработала грамотно и правильно, реально помогали всем краям. И это было отмечено неоднократно на федеральном уровне, что Славянский район, Краснодарский край с ситуацией справился. На острие атаки глава администрации был, начальники ДТС был, через которые вся информация шла и реально принимали фактические решения. Самое главное, что во всех этих двух случаях ситуаций мы не потеряли ни одного человека. Благодаря слаженным действиям и сгоординированным действиям было принято решение, ряд должностных лиц Славянского района представить награду МЧС России. Были вручены нагрудные знаки МЧС России за ликвидацию последствий подтоплений в августе 2021 года. Награды получили заместитель главы города Славянска на Кубани Николай Ермак, начальник ЕДДС Славянского района Сабир Басыров и старший оперативный дежурный этой службы Юрий Щеглов. Да, это прежде всего оценка всего коллектива всех наших сотрудников, потому что один человек, как и в армии, так и здесь, в этот момент не справится с теми проблемами, с теми трудностями, которые возникают. Поэтому только коллектив, только общий коллектив, сплоченный и надежный, может выполнить те задачи, которые стоят перед нами. Глава Славянского района Роман Сенеговский поблагодарил руководство и весь личный состав пожарно-спасательных подразделений Главного управления за взаимодействие, активную работу по предупреждению и ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. Пожелал успехов в дальнейшей работе. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».